Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Как правильно подвязывать томаты к колышкам? Многие начинающие огородники, им не знакома даже эта процедура, и они иногда задают такие вопросы, как его правильно подвязывать, когда, сразу после высадки, или подождать, или есть какие-то еще мелочи. Вот сейчас я буду разговаривать с вами на эту тему. Я как раз пришла подвязать свои высокорослые томаты, которые сразу не подвязала, и расскажу вам, как это делаю я, и какие существуют правила и рекомендации специалистов. Вообще, лучше всего, конечно, когда вы высадили томат, сразу, если в коловой культуре вы выращиваете с колышками, сразу воткнуть кол и сразу его привязать немного, чтобы была у него опора, потому что у нас сейчас погода непредсказуемая. Вот даже когда я высаживала томаты, я высадила томаты, половина подвязала, половина не успела, началась вот эта буря, ураганы. Весной все города и села тоже охватили какие-то вот эти ветры, штормовые ветра, ураганы, помидоры вот так колышутся. Но я подвязала не все, потому что у меня большое количество. Если у вас есть возможность, то лучше, конечно, привязывать сразу. У меня вот они простояли вот до такого размера, видите, сейчас только привязываю. Она уже большая, помидорина. Я привязываю тогда, когда у меня есть время. Вот первую партию я высадила сразу, привязала. Эту не привязала, буду привязывать сейчас. Привязывают все, когда хотят. Но все-таки существует правило подвязки. Ну вот рекомендации специалистов, как всегда, я всегда вам озвучиваю два варианта. Как делаю я, как рекомендуют специалисты, а вы будете делать, как хотите. Специалисты рекомендуют вот такие высокорослые, крупноплодные сорта подвязывать так. Первая подвязка должна быть под первой цветочной кистью. Это сейчас она маленькая, такая легкая, безобидная, вот эти цветочки. Но это сорт крупноплодный. Когда он нальется, он будет весь этот куст тянуть вниз. И важно, чтобы именно в этом месте была зафиксирована помидорка к колушку. Между помидоркой и колушком вот эту петлю делаете свободно, он будет утолщаться ствол. А вот это вот, от этого узла к колушку можно зафиксировать вот так туго. У колушка жесткая фиксация, здесь свободное пространство. Стебель растолстеет, ему эта петля будет как раз. Вот эта кисть нальется, она вот сюда будет тянуть вниз помидорку, но деваться ей будет некуда. Она будет зафиксирована жестко. Все. Вот это первая подвязка. До первой подвязки, до цветочной кисти можно не подвязывать. Но опять же, если хорошая спокойная погода, если есть опасность штормовых ветров, то нужно подвязывать сразу. Вторая подвязка будет тогда, когда вот эта маленькая кисточка, вторая, сформируется. Помидора вырастет вот досюда, примерно вот так вот. Тут будет вторая цветочная кисть. И снова также под цветочной кистью, под цветочной кистью должна быть подвязка. Свободная к помидоре и жесткая к колушку. Вот здесь я сейчас затяну, у меня сейчас рука занята. Вот так вот она у меня будет жестко. Вот это сорт Анжела Гигант. Очень крупные плоды, огромные плоды. Эту томату, эту помидору обязательно нужно подвязывать. Ее даже видно сейчас уже по бутонам. Видите, какой крупный массивный цветочный бутон. Ой, подождите, лист мешает. Вот эти такие крупные массивные цветочные бутоны, они сейчас расцветут и будут огромные, до полкилограмма помидорины. Ну, в зависимости от погодных условий, опять же. Если будет, ну как не светло, а тепло, солнечно, очень хорошие плоды наливаются. Ее видно. Она, видите, она даже в рассаде. Она такая крепкая, Анжела эта. У нее толстый стволик. Стволик толстый такой, он не гнется. Поэтому я не боялась и не привязывала ее. Он, эта помидора очень крепкая, она выдержит. А вот такие, как бывшие, сердца тоненькие такие, они могут не выдержать. Все, про подвязку мы поговорили. Если есть возможность, привязывайте сразу. Если нет возможности, ничего страшного. Пока нет томатиков маленьких, кустику это не страшно. Первая подвязка под первой кистью, вторая подвязка под второй кистью. А дальше вы пойдете подвязывать в зависимости от способов формирования куста. Если вы будете в один ствол формировать, вы так и будете под каждой цветочной кистью делать вот такую подвязку и фиксировать на колышек. Все. Вот это на вопрос, который интересует многих. Как подвязывать томаты к колиям? Когда? Ранно? Сразу? Или после? Вот до завязывания плодиков нужно обязательно, как вот расцветет первая кисточка, идите подвязывать. У меня вот цветок вот только расщелкнулся. Но так как у меня много, я сейчас начну подвязывать. Пока я дойду до последней помидорки, как раз первая уже завяжет плоды. Заходите ко мне на Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Сейчас я показываю каждый день свои видеосюжеты о подвязывании, про окучивание, про посынкование. Вот этот сорт, кстати, два слова скажу про него. Сорт Анжела Гигант. Очень крупноплодный, урожайный сорт. Салатовый. Для консервации, конечно, для целомнеплодного консервирования он не подходит, но он идеально подходит для употребления в свежем виде. Вкусные, мясистые, сахаристые плоды. Сахарные такие. Кого интересуют именно крупноплодные томаты, возьмите себе на заметку. Анжела Гигант. Гигант не по росту, а по размеру плода. Все, до свидания. Желаю вам всем хороших урожаев. Новичкам научиться ухаживать за томатиками, так, чтобы был хороший урожай. До свидания. Продолжение следует...